Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болтком. Звонок на благотворительный телефон. Подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Добрый день всем, кто нас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа». Веду её я, Ольга Авдевич. И сегодня наша гость на онлайн-связи актриса Рижского русского театра Наталья Живец. Здравствуйте, Наташа. Слышно, видно нас? Здравствуйте. Да, очень необычное ощущение сидеть дома в кресле и общаться с вами. Да, Наталья была гостем нашей программы. Мы её считаем другом нашей программы здесь, в студии. Но вот сейчас все актёры поставлены в такую ситуацию, что практически онлайн происходит какое-то общение со зрителем. Но вот у нас тоже происходит онлайн общение с нашими гостями. Напомним, что наша программа «Каждый вторник» рассказывает историю человека, взрослого или ребёнка, который обратился за помощью для оплаты лечения. Как правило, это острая ситуация. И на этой неделе мы с вами будем помогать Рижанину Василию Лопатину. Ему нужно собрать средства на оплату препарата «Кейтруда». Это от онкологии такой медикамент, который конкретно при онкологическом диагнозе Василия в нашем государстве не компенсируется и не оплачивается. Сумма нужна очень большая. К нам обратился не сам Василий, а его старшая дочка. У него две дочки. Они считают его самым главным человеком в своей жизни, считают его идеальным отцом. И так как все мы знаем, что мужчина, когда заболевает, он как-то и раскисает, у него руки опускаются, он привык себя считать сильным. И поэтому дело в свои руки взяла именно дочка Юлина. Вот она обратилась к нам. Мы открыли в благотворительном фонде BeOpen официальный счёт, с которого не берутся никакие отчисления и деньги, с которого могут пойти на оплату только счёта за этот препарат. И будем просить всю неделю вашего участия, вашей помощи. Препарат, один флакон лекарства стоит 2032 евро. Василию нужно вводить два таких флакона. Таким образом, каждые шесть недель нужно 4064 евро. На годовой курс большую часть уже девочки с помощью социальных сетей, с помощью знакомых, родственников, одноклассников, однокурсников собрали. И на данный момент необходимо ещё 9912 евро. И наш благотворительный телефон, напомним, 9306384, евро 42. Спасибо, кто может сделать звоночек. А подробная история, фотографии Василия и дочек, и реквизиты помощи в счёт, куда можно отправить своё пожертвование на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа». И по традиции у нас обязательно какой-то очень интересный, творческий, позитивный гость присутствует по вторникам в нашей программе. И сегодня это Наталья Живец. И будем мы говорить с ней вот обо всём, о чём нам придёт в голову. О Пушкине, потому что у него был день рождения. О моей прекрасной леди, потому что посчастливилось перед пандемией Наташа сыграть блестящую премьеру. О том, как она из Риги попала на сцену театра Олега Табакова, Ораневской. И даже, может быть, успеем немножко о Достоевском. А начнём, Наташа, с благодарности. Вот буквально недавно у вас был день рождения, это был юбилей. Но вы ещё молодая совсем актриса, юбилей как-то с вами, слово даже не совмещается. И на своей страничке в Фейсбук вы написали, что я так благодарна жизни за все трудности и испытания, за все радости и победы, благодарна за людей, которых дарит мне жизнь. Вот что для вас чувство благодарности и кто эти люди, которым вы особо благодарны? О, я вообще с годами вдруг поняла, что я стала ещё более сентиментальной. Вот мы об этом всём говорим, а у меня накатываются слёзы. Тут вопрос слёзы счастья, скорее всего. И, конечно, самые важные люди, кому я благодарна, это мама и папа, семья, родные люди, потому что всю жизнь они рядом, наблюдают, поддерживают во всём, где-то направляют, так сказать, на нужный путь. И, конечно, самая особенная благодарность – это им в первую очередь. Понятно, что, в общем, жизнь идёт, и кто-то из жизни, так сказать, как я говорю, ну всё, значит, с этим человеком время закончилось, мы чему-то друг друга научили, и мы расходимся в разные пути, и появляются новые. И за этот период времени очень много людей появилось, и такое ощущение всегда бывает, как будто ты этих людей всю жизнь знаешь. Вторые люди очень важные, которые повлияли на мою жизнь, которым я благодарна – это мои педагоги и мастера – Игорь Григорьевич Коконяев и Елена Игоревна Чёрная, потому что благодаря им, собственно, я сформировалась как личность, кто есть я сейчас, в плане как актриса. И я могу сказать, что это очень сильное влияние было в моей жизни, и кто знает, где бы я была и кем бы я была, если бы не эта встреча с моими мастерами. Вы знаете, чувство благодарности – это такое основополагающее, очень важное, несущее. И я сейчас быстренько хочу поблагодарить всех наших радиослушателей и читателей, всех, кто откликнулся на нашу историю, которую мы рассказывали неделю назад. Мы помогали девочке Заны, Заны Куреня, она живёт в Сиглде, ей всего 17 лет, и ей нужно было оплатить лечение в Штутгарте, там была очень трогательная история, чтобы у нас здесь в Латвии ничего не могли придумать, как вставить только трубку такую специальную в горло, чтобы она могла дышать. А в клинике в Штутгарте ей предложили обследование с дальнейшим лечением, и буквально за два дня были собраны необходимые средства. А за неделю было собрано 11 тысяч, и мы приняли на наш благотворительный телефон 2644 звонка. Это 3280 евро только на звонках. Поэтому мы всегда говорим, что каждый звоночек, вот кажется, что такое евро 42. Если вот нужна человеку большая сумма на лечение, ну мой вот этот евро 42, он ни на что не повлияет, не поможет. А посмотрите, да, только на звонках 3280 евро. Огромное спасибо Зане отправляется в Штутгарт, и вот этой 17-летней девочке, у которой всё впереди, это даёт шанс, в общем-то, вылечиться и не жить вот с трубкой, которая будет торчать у неё из горла. То есть это не, как сказать, это не пустые слова. И каждая наша программа, и каждая ваше, может быть, даже вот просто мысленное участие, добрый какой-то такой посыл, они как-то все работают. Так что благодарность. Наташа, а вы заняты в спектакле, у вас такой очень интересный спектакль в нашем Рижском-Ружском театре, название у неё такое «Почти счастье». Говорили о благодарности, а что вот для вас счастье, по-вашему, лично для вас, из чего оно состоит? Вы знаете, у меня почему-то так получается, что с каждым периодом каких-то лет, допустим, в 19 мне казалось, что там счастье – это одно, в 25 – это другое. А на сегодняшний день, когда мне исполнилось 30, и я счастлива, что у меня ещё живы родители, ну, понятно, что уже в таком возрасте, ну, бывает редко, когда у кого-то есть мама, папа. Я вдруг поняла, насколько я счастливый и богатый человек, когда у меня есть вот большая семья вокруг, рядом. И, наверное, в данный момент ты забываешь о таких вещах, когда вот там деньги, там работа, ещё что-то. Это понятно, что это тоже очень важные моменты в жизни, которые делают нас счастливыми, потому что я могу сказать точно, что когда случилась пандемия, и у меня отняли моё любимое дело, в какой-то момент, ну, я задумалась, хорошо, Вселенная знает лучше, мы очень много работали, столько пример выпустили, гастроли там, вот есть возможность отдохнуть как-то, вот побыть в кругу семьи. Но в какой-то момент я вдруг поняла, что вот эту частичку счастья, которую я потеряла, и ту эфорию, которую я получала каждый раз от спектакля, от встречи со зрителями, мне как-то стало очень грустно. Поэтому счастье, оно для каждого разное. И в нашем спектакле каждая новеллочка, каждая история тоже говорит о каком-то своём счастье. Вот. Для меня счастье – это правда здоровье родных, любимых, потому что когда кто-то из них плохо себя чувствует, я словно перенимаю на себя эту боль. И далеко ходить не хочется, вот у меня папа, так сказать, перенёс операцию, всё хорошо сейчас, да, но этот весь период был словно вот ты как будто сам лежишь на этом операционном столе или ещё что-то, это так тяжело и больно. Поэтому когда все рядышком живы и здоровы, это и есть самое большое счастье. Поэтому когда мы можем кому-то помочь этим звоночкам, почему бы это не сделать, тебе от этого тоже станет хорошо. Ведь когда мы благодарим, мы как-то, я не знаю, окрашиваем наш мир светлыми и тёмными тонами. Это здорово. Ну вот вы говорили о семье, об отношении к родителям, и вот эта наша история, которая опубликована в рубрике «Зелёная лампа», она вот тоже об этом, да, две девочки, Юлина и Катарина, вот две дочки, которые сейчас, в общем-то, уже полтора года рядом с папой, когда ему поставили диагноз, не очень удачно проходило здесь у нас лечение с побочными, побочными, операции не очень удачно прошли, были осложнения. Там реально расписана очень подробно вся история. И получилось так, что сейчас старшая дочка, она работала в Англии, а из-за пандемии вот она вернулась, она здесь. Младшая тоже в основном дома работает удалённо. Папа сейчас из-за болезни, понятно, что он оказался на инвалидности, он находится дома, мама взяла отпуск, чтобы быть рядом с папой, чтобы всячески за ним ухаживать и поддерживать, и у них семья оказалась вот на одной территории, под одной крышей. И вот девочки говорят, что они, несмотря на то, что это очень сложно, несмотря на то, что, конечно, это жуткий стресс для всей семьи, когда человеку ставят онкологический диагноз, да, сейчас лечатся, сейчас рак лечится, сейчас это уже не приговор. Просто, ну, к сожалению, наши протоколы, вот стандартные, они не всегда подходят вот индивидуально каждому случаю. Вот, и они говорят, что мы чувствуем, что это какой-то период счастья, потому что как в детстве, потому что мы все вместе, потому что мы поняли, как мы дороги друг другу, как мы любим друг друга, мы проводим время вместе, мы уделяем внимание друг другу, мы стали более бережно и трогательно относиться, друг другу. То есть вот во всех этих ситуациях есть и какие-то плюсы, которые ощущаются не... вот их нельзя там потрогать, но вот глубинно, конечно, они работают. Наташа, а у нас позавчера был день рождения Пушкина, да, и так как вы в театре, связанный с проектом, связанным с русским языком, вот что для вас значит Пушкин? Есть ли у вас какие-то любимые строчки у него? Ну, в первую очередь, конечно, это великий русский поэт, с которым, мне кажется, что в детстве, в таком осознанном возрасте, с ним я с первым, так сказать, столкнулась с его произведениями. И вот я думаю, что где-то там в душе откликалось больше на его произведениях. И что самое интересное, вот я сейчас смотрю на полочку, у меня там книжечки стоят, и есть такая маленькая книжечка. Сейчас я быстренько за ней схожу. Да, кто смотрит нашу видеотрансляцию, тот сейчас увидит Наташа, показывает нам любимую книжку. Маленькая книжечка, да, мне её подарила моя тётушка. Вот, и думаю, будет интересно, у меня тут закладочка где-то лежит. Сейчас мы её и откроем. И наш... Так, что мы открыли? Прости, во мгле воспоминания, Всё вечер помню я один, Тебя одну среди молчания и твой пылающий камин. Глядя в огонь, я забывался, Волшебный круг меня томил, И чем-то горьким отзывался Избыток счастья и сил. Что за раздумья у цели? Куда безумство завлекло? В какие дебри и метели Я уносил твоё тепло? Где ты? Ужель ошеломлённый, Кругом не видя ничего, Застывший вьюгой убелённый, Стучусь у сердца твоего? Ну вот, я открыла просто на странице. Я так люблю делать. Знаете, раньше были гадания так. Скажи страницу, скажи строчку. Да. И я тебе про... И что Пушкин тебе посоветует? Да, ну вы знаете, Очень много о любви, о страданиях, О переживаниях. Я вообще такой чувственный человек, Что мне, наверное, очень близка вот его поэзия, Его стихи. День рождения Пушкина, он же день русского языка, да? Да. И в театре вы придумали очень интересный проект, Такой позумные встречи, через Zoom. Разумные, да. Да, разумные встречи. И одной из участниц были и вы. То есть у каждого была какая-то своя тема. Это была возможность для зрителей усовершенствовать русский язык, Пообщавшись с артистами русского театра. Расскажите, вот как это проходило? Ой, вы знаете, очень интересно. Я все шутила, говорю, ах, на какую авантюрку мы пошли. Ну, в общем, Дана Юрьевна Бьорк, наш директор, Как-то нас собрала и сказала, вот возникла такая идея, Потому что некоторые наши нерусскоязычные зрители, Потому что хочу сказать, что изначально проект был придуман Для людей, которые русские почти не знают. То есть это вот наши зрители латыши там, вот. И мы придумали, что вот столько вопросов. Могли бы артисты преподавать там деткам, Еще кому-то школьникам. И, в общем, мы придумали вот такой проект. Что здорово было, что каждому дали возможность Эту свободу создать что-то свое. Свой путь к русскому языку. Кто через что делал. Нас там достаточно много было. Вероника Плотникова, Татьяна Лукашенкова, Игорь Назаренко, Яна Хербста, Евгений Черхес, Вадим Гроссман. Я, мне кажется, никого не упустила. И у каждого было какое-то свое видение, Как это сделать. И в конечном итоге, конечно, мы не только детям преподавали. Эти разумные встречи были и со взрослыми людьми, И с пожилыми. Ну, конечно, всем же интересно, Особенно когда мы все закрыты по домам, Вот это общение. Моя разумная встреча заключалась в том, Что в моей встрече был уклон на спорт. Все-таки я столько лет отдала профессионально спорту, Что я решила, что русский язык можно выучить Еще с элементами какими-то физическими. Это здорово, когда твое тело еще в нагрузке, И ты можешь упустить... Объясним радиослушателям, Что Наталья Живец окончила спортивную школу художественной гимнастики, И была профессиональной спортсменкой. Именно поэтому на сцене вам дают Какие-то такие роли, Даже связанные с какими-то гимнастическими, Акропатическими даже вещами. Ну да, знаете, ровно я точно на двух ногах не стою. Да, и вот эти разумные встречи очень здорово проходили. Час времени тет-а-тет с человеком, которого ты не знаешь. Понятно, что это было достаточно волнующе для нас обоих. Вот, что были разные. И мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины. И здорово, когда ты можешь вот так вот познакомиться. Конечно, интернет, зум никогда не заменят живое общение, Что я хочу сказать. Я абсолютно далека от интернета в этом плане. Мне всегда говорили сейчас, Вот, пандемия, возможность развить себя в интернете, Как-то что-то придумать. И вот эти разумные встречи, это было все очень здорово. Но мне так важно быть с человеком вживую. Вот эта тактильность, помочь, подойти, исправить, Поставить как-то там, я не знаю, правильно челюсть, осанку. Это все очень важно в нашей профессии. Мне кажется, что вот именно театр, Вот это наше все искусство, оно через экран компьютера, Это что-то другое. То есть вы считаете, что сейчас, в принципе, Театры во всем мире оказались в такой ситуации, Что они строят какие-то онлайн-форматы. Но привычного контакта со зрителем нет. Вот, Наталья, на ваш взгляд, То есть не может онлайн-общение, да, компенсировать Какой-то живой контакт со зрителем. Я вот поняла так. Я со своей стороны точно могу сказать нет. Очень сложно передать вот так вот через камеру какие-то вот... Мы все равно иначе как-то искажение происходит какое-то, Недостаточно. И мне сложно, правда. Я, конечно, получила колоссальное удовольствие в этом проекте. Я видела горящие глаза моих, вот так сказать, В этот момент учеников. И это было здорово. Но я сразу думала, как это было бы, если бы вживую. Потому что у нас были... Были... Ну, я так... Премьеры, все же помнят, у нас было. Насташа выпустила спектакль онлайн. Это нечто другое. Все-таки театр, он прекрасен тем, Что ты можешь сесть в зал и быть в маленьком расстоянии с артистом. Услышать, как он дышит. Буквально до сердцебиения. Увидеть его слезы, глаза, тепло. Это что-то другое. Я очень-очень надеюсь, что мы скоро вернемся В наше привычное состояние. И выйдем на сцену к зрителю. Этого очень не хватает, правда. Наталья, а вот эти разумные встречи... То есть это были латышские зрители, У которых был интерес к изучению русского языка, да? Да, да. Ну, вы знаете, у меня даже была женщина, Которая из Америки. Она американка. И какое-то время уже живет в Латвии. И преподает английский язык в начальной школе. И вот она мне позвонила, что было интересно. Она хорошо знает латышский, но русский нет. И вот мы с ней чистоговорки, скороговорки общались. У нас же всегда разумная встреча начиналась со знакомства, с обычной беседы, как мы сейчас с вами говорим. Спрашивали друг друга о каких-то желаниях, кто чем занимается. Знакомились. Это так здорово. Это такая свободная форма. Ну, это приятно. Значит, эти ваши ученики, они потенциальные зрители. И когда театр откроется, они придут смотреть вас живьем на сцене. Да. Потому что кто-то из них еще не был в театре. Поэтому мы теперь знакомы и ждем их в зрительский зал. На русском языке. А сейчас мы прервемся на пару минут на рекламу. Буквально полторы-две минутки. И напоминаем, что наша программа помогает Рижанину Василию Лопатину оплатить лекарство опт-онкологии. Лекарство называется Кейт Руда. Оно при его диагнозе не включено в список компенсируемых медикаментов. И наш телефон 9300-6384, это 1,42 евро, подключен к официальному счету помощи. Оставайтесь с нами. Через полторы минутки мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем нашу программу «Зелёную лампу». Веду её я, Ольга Авдевич, и гость нашей программы, актриса Рижского русского театра имени Чехова Наталья Живец. Еще до пандемии Наталья была признана лучшей молодой актрисой нашего театра. И, конечно же, все запомнили её в блестяще исполненной роль. У неё была Элиза Дулитл в «Моей прекрасной леди». Была очень красивый спектакль, красивая премьера. И критики даже отметили, Наталья, что вы вписали свою страницу в историю этой легендарной классической пьесы. Да, а расскажите, как вы попали на сцену театра Олега Табакова в этой роли? Это был 2019 год. Ну, перед пандемией. Да, да, я вот сезон уже отыграла в нашем театре «Моей прекрасной леди». Был май месяц. И я помню, что это было в преддверии моего дня рождения. Я думаю, так, у меня там выходные как раз попадают на мой день рождения, там целых четыре выходных. И я уже строила планы, как я буду праздновать свой день рождения. Я помню, что я сижу дома, и вдруг мне звонит Алла Михайловна Сигалова. Ну, в принципе, редко мне не звонит Алла Михайловна обычно. Да, а Алла Михайловна Сигалова поставила в нашем Рижском театре этот спектакль. Вот, и они как раз были на выпуске этого спектакля, и летом у них в планах была премьера на сцене театра Табакова. Ну вот, и я в звонке понимаю, что ситуация там такая, что спектакль почти готов. Главная героиня, которую играла потрясающая актриса Дарья Антонюк, мы... Здорово, что мы вскоре потом познакомились. Но да, она, к сожалению, заболела, и на тот момент прервали репетиции, что было очень страшно, потому что мы на выпуске, а невозможно репетировать. А так как я уже знала спектакль, то Алла Михайловна придумала, что будет здорово, если я приеду и, так сказать, вольюсь в их репетиционный период и дам возможность не стоять им на месте, не ждать, пока актриса выздоровеет. Вот, это было что-то. Я приехала туда, ну, два дня я была. Это сделать невозможно. И, казалось бы, пьеса одна, обстоятельства одни и те же. Но у нас был разный перевод, и, конечно, это два разных спектакля. Я не говорю о том, что это другие партнеры, это другие мизансцены, другая сцена, другие танцы, всё другое. А я человек очень эмоциональный, такой, что я в какой-то ситуации нервной буквально схожу с ума. Я паду на пол и так дышим, дышим, дышим. И тут я понимала, что у меня нет возможности лечь на пол и, как так сказать, передаваться своим этим чувствам. В общем, пришлось собраться, и мы за два дня ввели меня в этот спектакль. Это ещё было на репетиционной площадке. Это было прекрасно, это было очень здорово. Но я хочу сказать, внести поправочку, что я не играла премьеру в Москве. Вы спасали премьеру. Да, и как бы спасти премьеру, это тоже звучит достаточно пафосно. Я, возможно, помогла, чтобы процесс не остановился. Кто знает, если бы я не смогла приехать, они бы не смогли репетировать. Я не знаю. Но в данном случае я благодарна Али Мейхалне за эту возможность, потому что я всё-таки вышла на сцену Табакова, и я сыграла, у нас это называется, генеральный прогон. Тот, что перед премьерой идёт на зрителя. Получилось так, что я приехала в мае, ввелась и уехала. Потому что у меня тоже здесь в репертуаре были спектакли до конца мая. И всё стояло под вопросом. Возможно, выздоровеет актриса. Нет. И она вышла, как бы уже всё, пошла на поправку, вошла уже в репетиционный процесс и шла на премьеру. Но я всё равно приехала в июне, и мы до последнего не знали, как будет. Но в итоге я вышла в генеральный прогон, и я была так счастлива увидеть тех людей, которых я вижу по телевизору, о которых я так много слышала. Потому что это просто легендарная встреча с Владимиром Львовичем Машковым. И страшно было, и интересно, когда просто забываешь дышать рядом с такими личностями. Ну, а какие у вас впечатления, ощущения от встречи с Машковым? Ну, ты сразу понимаешь, что это за величина, что это за энергетика, как он работает с артистами, какая отдача. Это просто... Ты вот сидишь рядом, и ты заряжаешься этой энергией. Но это, понимаете, это надо увидеть, правда. Тут словами не скажешь. Когда после прогона он выходит на сцену, и может полтора часа. Эмоционально почти каждую сцену проговаривать, советовать, там что-то направлять, это что-то. В нем такая энергия безумная. И что было приятно, когда я туда приехала, конечно, мне было страшно. Все-таки Московский театр, абсолютно незнакомые мне люди. Но то, как они приняли меня, это любовь с первого взгляда, правда. Я очень по ним скучаю. И вот у меня перед пандемией случился спонтанный выезд. Опять пришлось выручать. Я сыграла два спектакля в феврале, прям вот за месяц до пандемии. И ты каждый раз туда приезжаешь, такое ощущение, как будто вот ты там вот все это время был, работал. Это твои коллеги. Потрясающие партнеры по сцене. Там профессор Хиггинс Сергей Угрюмов и полковник Пикеринг Виталий Егоров. Ну, чудесные партнеры. Вот иногда это очень здорово, когда происходит такая смена обстановки. И я познакомилась с Элизой Дулитой, Дарья Антонюк. И мы очень, я скажу, похожи по энергетике. Тоже было ощущение, как будто уже давно знаешь этого человека. В общем, это, наверное, лучшие мои события жизни за последние годы, о которых я с таким теплом вспоминаю, с благодарностью. Правда. Наша программа посвящена благотворительности и помощи людям, попавшим в беду. У вас в театре за последнее время вот были две ситуации, когда помощь нужна была артистам. Это Евгению Ивановичеву и Леониду Ленцу на оплату лечения. Вот Евгению Ивановичу мы помогали в программе «Зеленая лампа». Скажите, как вот коллеги реагируют в таких ситуациях? Это не секрет, что мы большая семья. И как в любой семье, если происходит какое-то горе или несчастье, то это меланоносная просто реакция на то, что нужно помочь. И в этот момент, мне кажется, что даже никто не думает, как кто отреагирует, потому что все как-то сплотились и пытаются помочь кто чем может. Максимально... Ну, вообще мы живем в такое время здорово, что есть социальные сети, есть всякие благотворительные фонды, потому что можно в момент везде пустить информацию. И я счастлива, что мир не без добрых людей, что очень быстро реагируют. И театр реагирует на беду сразу. Это чье-то горе, чья-то беда, это сразу наша беда и горе. Нам нужно... Потому что когда беда случилась Евгением Иванычевым, вот у нас в этой студии пришли артисты театра, и мы делали такую вот общую программу и помогли. И очень благодарна была семья Евгения Иванычева за то, что эта помощь состоялась. Наташа, а еще вы играли в спектакле Ораневской «Фуфа, два сердца», который Вадим Гроссман поставил в нашем театре. Вот как вы погружались в материал? В принципе, это такая актриса, такой персонаж. Что у вас, какой-то факт или эпизод или какое-то любимое высказывание, может быть, ее запало в душу? Забавно, что мы сегодня говорим о событиях, которые произошли в 18-м году. До пандемийный период. Да, да. И что касательно этого материала, я знала, кто такая Фаина Раневская, но поверхностно достаточно. И благодаря Вадиму Гиршевичу Гроссману, коллеге, кто режиссер этого спектакля, я достаточно хорошо погружалась в материал, потому что то, сколько он всего рассказывал. У нас репетиции начинались такого, знаете, застолья. Мы сидели, читали, говорили. И меня, конечно, поразил тот факт, что мы все знаем, с каким юмором она была женщина, как она шутила, какая она потрясающая актриса. Но при всем при этом, насколько это был несчастный человек, одинокий. Вот мы говорили о том, насколько важно там сейчас семья, вот это вот, когда мы все вместе. Она была одна. И Вадим Гиршевич вот рассказывал, что молодые особы, все, кто приходили к ней в дом работать, помогать там по дому, как ее разворовывали, как все пытались воспользоваться ее статусом, ее положением через нее попасть в театр. И вот это все очень грустно, правда. Я не знаю, насколько там, ну там, наверное, кто-то благодарил, а кто с каким умыслом это все делал. Ну вот это была достаточно неприятная такая информация о жизни Фейны Георгиевной Раневской, что за вот этим юмором, иронией и всем стоит вот такое вот несчастное внутреннее. А, кстати, вот мы говорили о нашем актере Евгении Ивановичеве, а он, когда работал в Москве в театре Пушкина, он был молодым актером, и главный режиссер просил молодых актеров по очереди провожать домой Фаину Раневскую. Это была такая почетная обязанность, они там конкурировали за право, значит, чтобы сегодня провожать ее. И вот он два года провожал ее и сказал, что он был влюблен, только вот возрастом он был слишком молодой для нее, а так, что это была невероятно потрясающая женщина. То есть через одно рукопожатие ваш театр, в общем-то, связан с Фаиной Раневской. Я правда об этом не знала. Да. Мне очень, я хочу напомнить, у нее такая мысль, вот мы тоже говорим, что все эти юмористические, ее высказывания очень часто так публикуются, тиражируются. Мне нравится очень вот такая ее мысль. Она писала, «Меня забавляет волнение людей по пустякам. Сама была такой же дурой. А теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое, нужна только доброта и сострадание». То есть с высоты жизненного опыта, с высоты пережитых ролей, всяческих драматических коллизий на сцене и на экране. Она сказала, «Все пустое, нужна только доброта и сострадание». Вот. И наша программа, в общем-то, тоже, ну как, придумана для того, чтобы каким-то образом обращаться к людям и как-то напоминать им о том, что вот наша доброта и сострадание, она бывает очень важна даже для посторонних людей, которых мы не знаем, незнакомых, но которые сейчас вот в данную минуту попали в беду и которым гораздо хуже, чем нам. И мы благодарны, что, слава Богу, у нас вот все более-менее как-то стабильно и хорошо. А вот этому человеку сейчас горько, ему нужна помощь. И наш телефон подключен к официальному счету помощи рижанину Василию Лопатину для оплаты препарата Кейтруда, который реально может спасти ему жизнь, потому что его дочка, она организовала онлайн-консультации, когда здесь сказали, что все, вот, ну, мы ничем вообще больше помочь не можем. По нашему стандартному протоколу вот только химиотерапия. Но химиотерапия, она его практически, ну, реально убивала. То есть еще какой-то курс, там совершенно организм, иммунитет не выдерживает. И она не поверила, она сказала нет. Вышла, села за компьютер и в интернете нашла специалистов в онкоклиниках и в России, и в Израиле, и в Лондоне, и в Германии. Везде разослала все его анализы, провела эти онлайн-консультации, и все специалисты однозначно сошлись во мнении, что срочно нужно принимать вот этот препарат КИТРУД. И они согласовали и дозировку, и периодичность. И тогда наши врачи, в принципе, согласились с этой рекомендацией. Но так как у нас препарат этот не компенсируется, пришлось вот так вот обратиться просто к людям. Причем изначально сам Василий категорически никак не мог справиться вот с этой стеснительностью, с неловкостью, что вот нужно просить денег на препарат. Но в таких объемах, конечно, ни одна простая обычная семья, она просто не в состоянии оплатить эти препараты. И мы очень надеемся, что этот препарат будет включен в список компенсируемых. Есть у нашей программы тоже, как сказать, такой маленький плюсик и связь с историей этого препарата КИТРУДА. Три года назад мы рассказывали про... Тоже вот у нас была программа, посвящена простая повар, и в детском саду в Сигулде работала, Татьяна Бичика. И вот ей тоже нужен был этот препарат, и там дочка и сын обратились за помощью, и тоже начали искать варианты, писать в различные инстанции, просить компенсации, и ничего не получилось. Деньги тогда собирали на благотворительный счет, препарат оплачивали, и Татьяна на портале MANO-BALS-LV инициировала сбор подписей. Было собрано больше 10 тысяч подписей, и через некоторое время этот препарат был включен в список компенсируемых, но только при диагнозе меланома. Вот при диагнозе меланома его оплачивают, а при других онкологических диагнозах, когда он должен работать вот как иммунная терапия, к сожалению, нас вот его не оплачивают. И Василия Лопатина, этот препарат сейчас вот по признанию специалистов, и были сделаны дополнительные еще специальный анализ, который проверяет, будет работать этот препарат в конкретном случае, с конкретным человеком или нет. он будет работать, и поэтому это реальный шанс просто продлить человеку жизнь и спасти человеку жизнь. Мы просим Вашей помощи. mixnews.lv, рубрика «Зеленая лампа», там опубликованы реквизиты для перечисления этой помощи. И еще у нас осталось немного времени. Наташа, расскажите, пожалуйста, очень интересный проект сейчас происходит здесь у нас в Латвии. Снимается сериал детективный «Пропавшие без вести», и автор этого сериала и продюсер Лэлда Ковалева, она тоже была гостем нашей программы, подарила нам здесь в редакции «Болтком» книгу с автографами всех участников этого проекта. Чуть-чуть расскажите, кого Вы играете и что это за история? Ну, как Вам уже известно, что в прошлом году мы сняли первый сезон этого сериала. Это такая очень русско-латышская история, там заняты и русские латышские актеры. Да, это так здорово, что мы все вместе вот в таком проекте. Это классно, правда. Когда вот... Сейчас вот я сформулирую мысль. В общем, я с Лалдой Ковалевой и с Владом Ковалевым очень давно знакомая. И на самом деле судьба нас вела творческая. Я, будучи на первом курсе, познакомилась с ними и попала в один их проект. Первый, самый первый, который еще на телевидении показывали. Ну, это такая, знаете, первая работа. И весь этот путь, вот 10 лет я их знаю. И это очень талантливые, очень талантливые ребята. И я так счастлива, что в этом году мы снимаем второй сезон. Моя героиня во втором сезоне появляется лишь в финале всей истории. Одна из, потому что я сыграла двух абсолютно разных женщин в первом сезоне. Собственно, это и были те женщины, кто без вести пропавшие. Две разные женщины. Одна из Москвы, другая из Латвии. Они между собой похожи. Ну, в книге они описаны как невероятные красавицы. То есть, получается, да, вы как раз сыграли ту женщину, вокруг которой вся детективная интрига и закручена. Да, получается, что история этих двух женщин, они появляются лишь в таких, знаете, как говорится, флэшбеке главных героев, потому что это жены двух главных героев. Юрис Джаггарс играл и играл Николай Шестак, следователя. И вот я играла их жен, которые между собой похожи и пропали, и в этом пытаются найти какую-то зацепку. Вот, что любопытно. У меня, конечно, было не так много съемочных дней, я больше наблюдала со стороны, что было очень любопытно, интересно. И в этом году второй сезон начинается в июле. Будут снимать. Я могу уже сказать, что это будет очень интересно, потому что я одна из тех лиц, которая получает иногда прочитать, чтобы со стороны сказать свои мнения, свои впечатления о прочитанном. Вот, потому что я дружу с тем, кто пишет сценарий. и я в ожидании, в таком очень приятном предвкушении. Ну и в самом конце расскажите нам немножечко, что сейчас происходит в театре, потому что все-таки все очень надеются, что откроется хоть в каких-то форматах на определенное количество зрителей театр. Вы репетируете сейчас Достоевского, да? Нет. У нас сейчас в театре репетировали концерт, посвященный юбилею Раймонда Паулсона, где будут звучать знаменитые песни маэстро. Меня нету в этом репетиционном процессе, я лишь наблюдала со стороны. Сейчас мы все вышли в отпуск на месяц, и потом будет продолжаться работа, что тоже будет очень интересно. Мы, конечно, все в подвешенном состоянии, потому что непонятно, когда мы начнем работу, вроде можно работать вакцинированным, а так как в театре понятно, что кто-то вакцинировался, кто-то нет, мы никак не можем собрать вот этот процесс, чтобы все могли начать свою работу. Вот, Достоевский, село Степанчикова, режиссер которого спектакля будет, Сергей Анатольевич Голомазов, мы начнем в августе, надеюсь. Вот, а сейчас, да, сейчас вот работают над концертом. Ну, мы будем очень надеяться, желаем, и наши радиослушатели имели сейчас тоже возможность на экране вот так вот видеть актрису, которую они видели на сцене, в любимых спектаклях, и очень желаем, чтобы спектакли сохранились, чтобы они вернулись, да, и чтобы у вас, ваш творческий коллектив тоже сохранился, и будем ждать новых встреч уже в таком очном режиме. гостей программы «Зеленая лампа» была актриса Рижского русского театра имени Чехова Наталья Живец. Наш телефон 9306384. Очень просим откликнуться всех, кто может, и желаю вам всего доброго, и до новых встреч. Наталья, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Будьте здоровы, самое главное. До следующего вторника. Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова